День добрый, на связи М.К.Бацкий и сегодня мы продолжаем игру за Швецию, точнее уже игру за Скандинавию, которую мы сформировали с вами. Это третья часть, сегодня мы сосредоточимся на отстраивании промышленности, армии, на создании мощного флота, то есть на введении Скандинавии в клуб прям великих-великих держав, скажем так, да? Ну и так великая держава, у нас конечно третье место, но для того, чтобы тягаться с Соединенным Королевством, с Францией, ну даже с Россией в конце концов, у нас армия все-таки довольно слабая, проще, просто мы раздербанили, у нее людские ресурсы вообще никакие, флот у них, я так понимаю, уже похоронен фактически, двумя провинциями они ничего не отстроят, а скоро их лишаться может, кто знает, как карта игры ляжет. Ну, будем пробовать дальнейшие военные походы, сейчас у нас оправдание войны, как вы помните, против Любика, Хлюбика идет. Ну а там я не знаю, Ганновер не спешит разрывать Союз Соединенного Королевством, это печально, конечно, что ж поделаешь. Тут есть мелкие два княжества, может быть, на них высадимся с помощью флота, все-таки они опять же под Пруссией. Ну ладно, посмотрим, давайте начнем, продолжим, так можно много чего говорить. Так, что там у нас, ж надо заниматься, сейчас мы заисследуем скоро импрессионизм, ну давайте время отожмем, да, чтобы не терять. Тут уже надо больше демонстрировать, нежели чем говорить, потому что страна отстраивается просто на ура. Так, что там у нас, кстати, по Познанию, есть базы, базы эти, фабрики, да, фабрики есть, в Познании есть, в Померании, в Померании, в Померании, в Померании тоже есть. Ну, в общем, у нас дефициты людей только в Норланде. А что у нас в Орланде? А, строится фабрика как раз, капиталисты хоть что-то делают, сколько у нас их, кстати, 180, ну, неплохо, что могу сказать, ну ладно, не будем увлекаться. Так, ЖДшки построим, я вижу, построились, молодцы, тут у нас тоже ЖДшки проведем, где не проведено еще крепости, пока не спешим отстраивать. Так, тут у нас тоже все в порядке, ну, максимально уровне, я имею в виду. Засюду мы еще не дошли, вот можем тоже протянуть. Так, надо вот за вот этими вот двумя анклавчиками посматривать, вот, железную дорогу здесь мы можем протянуть еще одну. А тут у нас, тут скоро тоже сможем, давайте, сохранимся, а то сейчас выскочит предупреждение, что великие любекские разведчики опять раскрыли наше оправдание, это тоже будет опять нелепо. Но, да-да-да-да, игра богата на подобную практику. Флот у нас там, кстати, как поживает, скоро будет готов. Кстати, флот у нас уже мощный, можем добить остатки прусского флота, ну, как остатки, весь флот прусский. Это вот все, что от него осталось, ну, все, что есть. Мы с этим справимся без проблем, если нам это надо будет. Ну, если они будут настолько глупыми, чтобы впрячься за Любек, то будут наказаны за свою опрометчивость. Так, давайте вас тоже переделим. Армия, давайте что ли, расконцентрируем. Любек должен нас бояться, тут одна армия больше любит по населению в два раза, практически. Идет процесс, так, очки, с кем мы? С османами скоро она у нас в сфере будет, я так понимаю. Что-то кто-то дискредитировал нас. Ну, да. Ну, ладно, все равно мы выиграем, я думаю, уголку снимем. Так, где-то корабли у нас строятся, слышу, щелкают. Так, стоп, это флот. И это флот, да. Что-то они поедино, вместе не захотели плыть. Ну, ладно. Тут у нас был флот построился отлично. Кстати, как у нас, не достаем же, да? Вот чуть-чуть не дотягиваем, кстати, вот этот кусочек можем урвать. Ну, и сейчас, понятное дело, когда будет фланиальная гонка, мы его обязательно урвем тогда. База на один уровень просто повысите, все. Ладно, чтобы здесь флоты у нас не строятся, да? Тут долго уж очень не плыть будут туда. Да, все в порядке. Скандинавик, кстати, как нормально все. О крепости тут я вообще смысла строить не вижу. По-моему, это будет нелепо. Вот здесь, кстати, крепость можем поставить, потому что рядом с Едином Королевством малышевым в Голубле. Что железку построили, а почему мы на карте не видим? Поменяли. А, не везде еще построилась, ладно, ладно, тогда все в порядке. Просто я помню, прям вот так в назву, прям по Гренландии проводилась железная дорога. Можно подумать, там, ездить можно, там вот заселены, вот эти вот прибрежные маленькие территории, где еще хоть как-то жить можно. А тут чисто ледник. Там вообще, кстати, полое дно. Ну, в смысле, там вот здесь вот не суша, там вода. То есть, как такое этот, если ледник здесь растопить, то будет такая вот дырка большая в нем, водяная. Так можно выразиться. Так, флот у нас продолжает концентрироваться, это радует. Потихоньку накапливаем. Странно, что Любик не спешит нас разоблачать. Ну, нам же на руку. В Зеландии, конечно, построить все. Ну, вот, стоило Любик упомянуть, как Любик проснулся, да. Да, Франция, как мы видим, по очкам, уж тем более, среди на Украине, нам еще, ох, как далеко, слишком большой отрыв. Пытаемся хоть что-то сделать, но не так-то легко будет дознать Францию, то есть мы еще и догоним в ближайшее время. В этом видео не знаю, конечно, получится, не получится, но в целом цель вполне реальная. Что-то водится в экран. Печально, конечно. Ну, ладно, продолжаем. Первый раз такой, чтобы сама играла, просто вылетела, выдает ошибку, ожидание отклика программы. Подождать нельзя, только завершить. Не знаю, что мы тут такое с вами сделали, вроде ничего не перегружали, аховых событий не делали. Ну, ладно, бывает, что, могу сказать, тут печально, конечно, но не так уж и критично. Пруссия еще дерется с Австрией за Силезию. Кстати, если Австрия победит, для нас это будет хорошо, потому что мы получим границу прямую с Австрией. Для совместные действия, в частности, против России очень хорошо будет. Ну и в целом, у нас такая ось получится, кстати говоря, центральная ось. Как вы помните, Польша все время, ну, пыжились, там не пыжились, скажем так, да. Концепция от Можа до Можа, Великополск от Можа до Можа, да, между морей, да, так называемая, там, Финляндию, там, вся Прибалтика, Польша, Украина, Беларусь. Вот эта вот концепция, да. Кстати, по-моему, это обыгрывалось даже в дне победы четвертым. А у нас такое центральное, центральное осевое между морей, назовем это так, Скандинавия. На севере, в центре, в северо-центре, да, в центре и юге у нас Австрия. И на юге у нас Турция. Вот такая вот у нас между морей получилась. Даже много морей, я бы сказал бы. Да, интересно такой союз, альянс, очень большая потенция, очень удобно развиваться. На запад можно идти и на восток, по этой осени особой экспансии, из него только мелкие всякие эти убивать, но неплохо, я скажу, неплохо. Так, налогобложение на один процентик, мелочи, приятно. А вот эта мелочь, не мелочь, но неприятно, да. Приходится перезагружаться. Ну, сейчас, пока мы занимаемся борьбой с мелкими княжествами, это абсолютно нормально, потому что они дают много бесчестия, долго оправдываются. Сейчас мы с ними закончим, тут-то осталось-то всего их несколько, да, а потом у нас будут серьезные войны, которые будут длиться долго, их не придется так долго оправдывать. Да, так, что у нас в флот стоит, стесняетесь? Ну, все, наш флот по численности практически соразмерен флоту прусскому, но число крупных кораблей у нас 19, у них 11, транспортников у них 5, у нас всего лишь 3. Ну, понятное дело, у них побольше малых кораблей, но все-таки мы компенсируем это большими кораблями. То есть, в флот мы их разобьем, может быть, потери, да, по-любому, мне кажется, потери у нас будут, но их флот мы просто изничтожим. Так, посмотрим. Я не думаю, что они окажутся настолько глупыми, чтобы втянуться в войну за вот этот хлюпик, но я же не знаю, что у них говорит. Давайте, кстати, армию тоже перераспределим. Не стоит надеяться, что они будут рассудительными, рациональными, да, не будут всякой чепушней заниматься. Нам сейчас эта война, кстати, не особо и не нужна, у них мы ничего отобрать не сможем, вещество зашкаливает. Что у нас за повстан, а, ну это нормально. Вот либертарианцы, вот это, ну, либертарианцы это, по-моему, не либералы-анархисты. Ну, вообще, суть в том, что у нас-то и так все довольно либерально здесь политики, но им что-то не нравится. Типичные либералы, да? Ну, понятное дело, я говорю не про классический либерализм, про то, что сейчас у нас имеется, да, если брать вот эту всю либеральную чуму, так сказать, да, которая мучает не только нашу страну, но и другие страны, да, то даже комментировать не хочется, какую чепуху они предлагают. Конечно, это к классическому либерализму, который достойно уважения, никакого отношения не имеет. Если мы возьмем идеи мыслителей нового времени, возрождения, то у них довольно здравые, прогрессивные идеи. Ну, если говорить про тех, кто выхолачивает современно, все это идея просто визжит, лишь бы повизжать, да, так называемый креативный класс, то это никакого одобрения явно не вызывает. Ну, ладно, это так, тоже небольшое лирическое отступление. Ну, кстати, эта проблема не только для нас, это во всех странах такие чудики есть, у нас даже их поменьше гораздо, это обнадеживает. Мелочи приятны, по 2% на мебель. Грамотность у нас упала за счет необразованных немцев, да, у нас было 80, мы захватили земли, процент в соотношении выросло. У нас уже 2,5 миллиона населения. Это прекрасно. Идет прогресс. Так, престиж мы изучили. Что дальше? Ну, да, это, наверное, неорганическую химию изучим. Во-первых, нитроглицерин все-таки для них будет нужен, да, плюс он дает хорошие бонусы, я смотрю, это раз. Во-вторых, надо поднять лимит снабжения, потому что у нас армия уже более-менее серьезные весомые появляться начинают. Не хотелось бы что-то такое оплошное взят. Вот о чем я говорил, что железная дорога вот так вот строится, ну, хелло-палло. Поледнику, да, в Беспалин совсем, ну, может быть, я не знаю, в географии этих мест. Фабрика, да, вот здесь, в ледниках, находится, конечно, особенно, сорок пятьдесят первым году. Ну, ладно, нам-то, параллельно это, скажем так, честно, конечно, конечно, хотел, чтобы все было популировано, как ладненько, но, ладно, ладно, что у нас денег нет. А, холмистая местность, да-да-да. Занимаемся потихоньку экспансией, процесс идет, это радует. Я думаю, у нас с вами здесь много чего получится. Ну, сейчас я не думаю, что у меня будут особо динамичные комментарии, потому что... Во-первых, приходится перезагружаться частенько из-за вот этого вот любика-хлюбика. Во-вторых, ну, сейчас, как я уже сказал, мы будем чем-то напоминать первую часть нашу, потому что там была раскачка. Сейчас мы будем тоже заниматься раскачкой, только более усиленной, именно армией, флота. Что-то у нас со священниками, кстати, 2-2 процента, 3-3 и 3-8. Ну, почти, давайте, Норланд. Так, давайте по бюджету посмотрим. У нас дикий профицит. Давайте пошлину до 50 процентов опустим, рискнем. Да, мы это можем себе позволить. Надо слезать с пошлиной иглой. На армию у нас стоит финансирование, тут стоит. Ну, до 80 мы потянем. Думаю, да. Немножко увеличить эффективность работы на провинциях, ну, как немножко, заметно, 30 процентов мы поднимаем финансирование плюс. Священники побыстрее будут расти. Это, конечно, налоги на вас тоже понизить. Но это, наверное, дорого очень, да. Пока можем позволить. Сколько максимум? Вот этот прикол. О, мы можем позволить минимальные налоги на всех поставить. Я считаю, это правильно будет. Да, сэкономикой все в порядке, это окупается. Низкие налоги, большие пошлины, но при этом и всем плата идет неплохая. По идее, условия просто прекрасные. Конечно, сведомость может просто зашкаливать, сознательность так и переехать. Ну, это, конечно, плохо. Ну, что у вас там с войной-то, скажите мне? Ну, это стандартные ваши терки. Никак не... Ну, это прекрасно. Они друг друга просто ничтожат. Все устали от войны. Эти на 11% усталость. У Пруссии на... 31%. Ну, я не думаю, что они будут настолько идиотными, чтобы реально втягиваться в войну за какой-то хлюпок. Ну, если втянутся... Пожалуйста. Конечно, мы вряд ли что-то получим, но Пруссию окончательно вгоним вниз. Наверное, добавим даже унижение. Пусть это, да, нам даст бесчестье. Но, с другой стороны, они же потеряют престиж, это тоже хорошо. Так что ждем, работаем. Да, вот, поддержка войны в обществе. Махваш, агрессивный, любик. Ну, там пишут, что, типа, они хотят экспрессионные планы против нас нахуй. Но это весело. Вот эта вот штука с 10 тысячами населения, да? Которая даже армией-то не... Ну, он первое подразделение строит. Наверное, может, и за это вывескачило событие. Так. Перевозки через Антлан... Тьм. Перевозки через Атлантику. Ммм... А это, походу, что-то такое, поскольку с Гамбургом привязано. Ну, давайте зачитаем. Ну, мне интересно даже. Перевозки через Атлантику. Самые богатые купцы Гамбурга основали компанию, занимающейся перевозками через Атлантический океан. Услугами компании с удовольствием пользовались желающие мигрировать в Америку, которых в каждом году становилось все больше. Ура! Конвой клиперов 5 штук, престиж на 6. Ну, конвой клиперов 5 штук, это ни о чем с нашей экономикой. Но 6 престижа, это неплохо. Ну, да, наверное, Гамбург, если особенно в множественном числе, наверное, это все-таки какое-то привязанное событие было. Так что, да. Отличных любит наш. Ну, я просто понимаю, что здесь нету прохода, но очень соблазнительно высадиться сюда, взять вот эти вот штуковины, броншейк, еще что такое. Ну, ладно, не важно. Что-то есть. Рыбка, рыбка. Уголек. А уголек нам нужен, у нас только одна провинция. Саманчиво, конечно. Ну, давайте поставим оправдание. Все-таки надо их добить, я считаю. Флот, да, поставим. Так, сколько у нас подразделений, меня нет, 27, да. У нас есть три морских, это надо нам, значит... А подождите, у нас же проход есть из Гануэр, да? А у нас есть проход через Гануэр, мы можем просто зайти, эти земли взять и уйти. Так что, это не будет проблемой, я считаю. Так, мы сохранимся. Посмотрим, как поведут себя прусаки. Мне это действительно интересно, словом. Что-то у нас все в либералы люди ударяются. Ну, ладно. Ну, давайте, прусси, покажите. Себя. Так, пока больше ничего не делаем. Клоуны. Блин, мы же загружали, сохранялись, армейные сидания. Ладно. Что могу сказать. Хотите, вы хотите пыжиться, пышьтесь нам как-то. Вот я их реально не понимаю, ну... Йемен. Великие беременские музыка... Разведчики, да? Ну да, бременский музыкант, хороший мультик. Довольно такой интересный. Ну, смотрели все, я думаю. Может быть, кто помоложе не смотрел, но... То, кто постарше, я насмотрел. Интересно, на самом деле. А, мы же не объявили войну. Да, да, да. Мы, конечно, объявляем вам войну. Вас мы посылаем. Не впрячься еще. Да, да, да. Один день поражает же. Вас сюда, вас сюда, вас сюда. Наверное, так мы будем, да? Флот... Попробуем потягаться силами. У нас, кстати, флот же на максимум финансирует. Да, на максимум. Это кто такие бедные у нас? Служащие, я с вами-то что-то не так. Все интересное, пошло, пока трогать не будем. Ну, ладно, посмотрим, что тут там, так, очки. А, флот, ну, давайте посмотрим, как мы с ним сражаемся. ЛАЗ-26 кораблей, у них 27. Экран морского сложив сражения, как видите, практически идентичен, кстати, с флот, но только здесь. Конкретно по кораблям идет сопоставление. Я обожаю бременских шпионов. Бременский музыкант, чем вам не шпионы, да? Начал музыканты, кстати говоря, особенно в те времена всякие барды, эти, да, даже если так уж посмотреть. Чем вам не шпионов? Ходят в министрели по всей стране, доступ во всякую пивнушку, трактировать доступ ко всей информации свежей. Тогда же не было никаких СМИ интер. Не понимаю юмора, что-то где-то пробивает, выведать кнопку остановки записи, не нажимаю, ничего нет. Смотрю циферки опять желтенькие, да, запись не идет. Хорошо, что хоть заметил вовремя, а то тут немножко увлекся. Месяц не прошло даже, но надо посмотреть, контролировать. Ну, не буду вам спойлерить секрет, но фрусский флот будет потоплен. Ну, по-моему, это и так очевидно. Посмотрите, какие у нас корабли, какие у них. Конечно, может быть, ему сейчас повезет, но в тот раз я его разбил. Так, ну, тут стандартно мы идем сюда-сюда. Может, ему повезет сейчас. Я не знаю. Ну, вот, смотрим, 26, 27. Да, вот 21 кораблик уже 17, 14. Ну, давай, давай, 25, 24. Время. Ну, ладно, может, это нам на руку, потому что здесь... Мы корабли не теряли, а тут два корабля нам потопило. Но это мелочь наша, это, говорю, экономика уже созданная, база, я бы так бы сказал. Я не говорю, что это мощная экономика. Вот, 16 января я сохранялся, вылетела сохранка. Та самая. Но я не буду загружать, хочу вам это все показать. Будет это, мне кажется, неправильно. Так-то и так я их разобью. Ну, это вообще не проблема для меня. Так, завоевание поставили. Стандартно. Самое забавное, что Прусси все время включается. Мне кажется, она реально думает, что у нас армия больше, чем у них. У Любика нет вообще. Плюс их еще Пруссаки тут щемят, не щемят, это мало кого волнует. Вы не хотите? У нас перемирие. А, ну, со старой войной. Самое парадоксальное, у нас Прусси и перемирие, да, но они могут за сферу втянуться, войну за сферу, да, за союз. А вот мы не можем прислать союзников, потому что у них же перемирие. Ну, у них действительно перемирие. Без счастья, кстати, им это ничего не дает. Вот где логика, непонятно. Ладно. Что могу тут сказать? Достали уже эти шпионы. Давайте сохраняться время от времени. Что-то это сражение не очень для нас идет, вам не кажется. Ну, перегревать я его в любом случае не буду. Хотя, вроде, 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 вроде процесс идет. Ну, почти, да. У нас только один кораблик потеря, и то, наверное, какой-нибудь клипер. Ну, тут раз, я говорю, было вообще без поражения. Да, отлично, мы полностью разбили прусский флот. Все 27 кораблей, 11 крупных, 11 маленьких, весь транспорт их потопили. Сами потеряли только, действительно, одного клипера, но, во-первых, клипера сейчас устарели, я их, наверное, сам распускать буду. Когда пароходы изучу, я буду создавать транспортные пароходы. Это самый мощный, единственный, ну, второй, кроме клиперов, нормальный транспортный флот. Да, видим, что удар хороший им по рейтингу, нам хороший бонус, ну, и 5-6 очков на халяву, это тоже неплохо. Будем блокировать им эти провинции, тоже определенный штраф давать. Тоже бонус. Так, очки куда-то надо сбросить, с кем-то надо дружить, с кем-то брататься, на отличие, ничего себе. С Англией я бы дружил бы, ну, во-первых, у них уже союзники. Кстати, с Пруссией в Союзе. Ну, хорошо, что хоть мы напрямую с Пруссией не воюет, тогда бы они впреди. На нас с кем-то дружить. Давайте дружить, наверное, с США, да, потому что у них есть претензии на Соединенное Королевство, это значит, что это наш, естественно, в Союзе сейчас. Потом может поменяться мнение. Ну, Бремен мы завоюем, Круссакам мы что-нибудь добавлять будем, кстати. Шовинизма нет. Я унижения добавлю, если будет вот такая возможность. Великий Бременский шпионы. Шпигуны. Печалька, 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 ну да ладно. Потихоньку работаем. Нам надо сейчас закончить войну с вот этими вот княжествами, я думаю, окончательно добить Пруссию, походу, будет ввязываться до последнего. Ну, они же понимают, что они себя просто убивают. Ну, и им нравится такое. Они народомазохиста, да, Захермазах, да. Кстати, австрийский психолог, психиатр, да. Ну, вообще, мыслитель даже, можно сказать. Ну, можете почитать, погуглить, как говорится, в ваших интернетах. Захермазах. Это не ругается, что это его часть имени такая. То мало ли кто, что подумает. Так, продолжаем. Идет оккупация. Прусси у нас сейчас бременно капитулирует. Бременно. Хлюпик. Любик. Магдебург. Так, что там? Чуть-чуть не хватает. Хватает. Ну что, Пруссаки. Почему мы не можем вам престиж понизить? Ну, это бессмысленно, на эсфере что-то выгонять. Конечно, это даст бонус, но крепость это вообще не серьезно. Это все дорого, а так бы я что-нибудь бы да, освободил. Ладно, не судьба. А, Белый мир, вы подпишите. Ну ладно, ждем. Сейчас капитулирует он. Ну, зато мы им полфлота разбили, это тоже неплохо. Ладно, это даже хорошо не будем бесчестенно нагуливать себе. У нас где-то армия была чья-то? Тешин. А, а где это? Так, я что не понял. А, ну походу забыли кого-то вывезти, да? Ну, печально. Ну ладно, там одна единица была, это не страшно, я думаю. Все, Бремен капитулировал, Бремен забираем. Та-та-та-та-та-та, видим, да? Клякса. Хоп, нету Клякса, да? Бремен наш. Отлично, теперь Шлезвик Гальштейн полностью наш регион, да? И тут ничего нету. Один раз нажмем для перерасчета. Мало рыбки, но давайте ЖДшку протянем, крепость не знаю. Ну, давайте даже во всем регионе поставим. Так, Пруссия, ты будешь продолжать воевать нами за освобождение? Или все-таки капитулируешь? Ну, не, как-то лишь Белый мир подпишет. Да, подпишет. Часто ударит, ну, кстати, по престижу, потому что они свои цели не выполнили. Мне сейчас 85, а так 75, 10 единиц минус, потому что они не добились поставлены цели войны, плюс это и мы по агрессивности ударим, ну и по прочим параметрам. Так, ну, армию выводим. Давайте так выведем, да? Или сюда, потому что Бремен пойти. Даже вот так можем штата подтянуть ее. Наш фронт на ремонт куда-нибудь поставим. Сошранились, понятное дело. Ну, Пруссия уже похоронена, я не понимаю, что, как они еще с Австрией воюют успешно. Австрия я даже, наверное, скук. Да не, не надо, потому что они так армию себе построят мощную. Они могут еще, кстати, у Австрии сейчас в какой-нибудь богеме Моравио. Хотя давайте, наверное, субсидии мы вам дадим. Это, конечно, по бюджету ударят, он все-таки заметный в виде. Ну ладно, кстати, что? Австрия уже не великая держава? Что там в мире происходит? Объясните мне. Нидерланды или великая держава? Ну ладно, ладно. Мы им деньги выделили, я думаю, они отстроят себе что-то. Ну что армию все растеряли, но вы... Надо было, наверное, с Пруссией мир не подписывать и добивать их, пользуясь случаем. В Пруссии уже конституционная монархия, по-моему, у них была другая форма. Так, процесс идет. Угу. Неорганическая химия быстро изучится, потом мы будем с вами изучать. Так, что у нас по... Ага, так, тут у нас что? 2,6, 3,7, 4, да? Ну давайте, Северная Норвегия, из Норландо, поддержка чиновников из Норландо. Как, стоп, какие чиновники, священников? А, нет, давайте в Померанию, да, тогда поддержку священников из Норвегии. Это же самый населенный регион в нашей стране. Кстати, как у вас там о Скандинаве вели вон не идет? Есть хоть один Скандинав? Да, чуть-чуть шведы залудились. Главное, чтобы тип населения не меняли. Что, никто не хочет ассимилироваться? Ну ладно, что бы. Против России пока ничего такого не планируем. Опасно все это кончится для нас, может. Сейчас Бременно возьмем, тут чуть побольше населения, рыбка, да, просит, скорее всего, вяжется, скорее всего, будет война, но тут мы просто к русску армию разобьем, чтобы австрийцы не проиграли. А то, если австрийцы проиграли, это будет очень печально. А не зря отжиралось, а мы щемить будут, да? Проигрывают. Ну ладно. Не наша война, в конце концов. Как я уже сказал, давайте со штатами дружить будем. Мы вроде улучшали, а что они понизили. Ну? Оскорбление посла. Пруссия, Скандинавия. За 5-30 можно получить КЭБ, но у нас нет этого. До какого? До 4 июля. Енорфераль, март, апрель, май, июнь, июль. Пару месяцев мы не оправдаем за столько времени, конечно же. Так что да, чуть-чуть улучшится отношение с ними, но это ни о чем. Денечку престижа получим. А так бы мы могли потерять 5 престижей, получить повод для войны унижения с Пруссии. Но у нас перемирие. Так-то мы смогли бы его вдобавить во время войны, но не успеет Казбель оправдаться. Великий бременский шпион, а как же вы меня задолбали. Огода еще будет оправдание. А там еще будет маленькое княжество. Я говорю про... Вот тут это вот что там, Ольденбург, по-моему, да? Сейчас глянем, сейчас уточним. Да, наверное, все-таки там Ольденбург находится. Карта, карта. Да, да, Ольденбург. Кассационная монархия. Вот, восстановили. Почти. Денег полно. Давайте по регионам пробегаться, чтобы хоть что-то. Крепости, ну я не знаю, нужны ли они. Но денег некуда делать, давайте все-таки хоть... Вот крепость во всем этом регионе первого уровня это 50 тысяч ушло. Ну пусть будут. Так, железки, 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 максималка. У нас же есть карта инфраструктура, что мы парим. Я же вам по ней показывал. Говорил, что надо дать мне толк, может быть, в больших странах. Так, тут нулевой, тут это, тут... Понятненько. Так, тут мы ничего не проведем. Крепость давайте поставим тоже для прикола. Что на Янмайне мне скажите лучше? Крепость, ну давайте поставим крепость. Для 77 человек, белых неведей нет, немцы туда понаехали. Симизироваться не будут. Будут, будут, будут. Почему-то в Датчан. Но у нас это не коребит, абсолютно. Так, давайте, наверное, пошлиную иглу чуть-чуть опустим. Надо с нее слезать. Давайте до 40%. Поэтапно, медленно будем уходить с нее. У нас мощная промышленность, может, в мире конкурентно способна. По производству у нас... Что тут у нас? Так, почти 10% стали. Деревяшки почти 4%. Железо почти 5%. Зернышко почти 5%. Неплохо. Спиртзавод 1%. Крупный рогатый скот 5% стабильно. Ткань 2%. Консервяшки. Консервяшки 15%. Почти 16%. Ну, мы работаем с вами. Процесс идет, это главное. Эрористический порядок, вот это вот спорное достижение. Ну, пусть будет. А вот это плохо. На 25% будет медленнее оправдывать. Ну, мы не будем перезагружаться из-за такого. Это временный бонус. Штраф, точнее. Консервы, пусть, продукты, плюс 2%. Ну, неплохо, да. Да, у нас как раз. У нас и так весьма либеральное правительство, клоуновые. Но они майданят как раз в этих регионах. Ну, давайте перебрежем этих гадов, да? Чтобы не было ничего подобного у нас в стране. Кстати, как я уже говорил, не так уж и ты... Что? Не показалось. Держава Сокота опасается нашей мощи. Ну, блин, ну... Каким боком нам сейчас Сокота далось? Ну, ладно. Искусственный интеллект, я говорил, в этой игре просто прекрасный. Да, перережем этих гадов, чтобы... Как раз это позволяет нам этническую политику настраивать, потому что устают преимущественно не нашего этноса. Но здесь как раз мы видим, что это не наш. Так что это нам на руку в какой-то степени. Потерь никаких, угрозы абсолютно никакой. Только глянуть, чтобы они здесь не восстали. Я же не поплыву сюда. Это было слишком дико. Угу. Ну, и тут тоже все спокойно. Тут тоже спокойно, спокойно. Ну, просто надо посмотреть, мало ли, что. Голоком придет. Видим, кстати, как население убавляется, да? Ай, премен. Ишкин файн энд брем энд тара-та-та. Прикольная песенка есть такая, да? По-моему, это два немецких исполнителя. Но, да, да, два немецких исполнителя. Клаус он Кляус. По-моему, так. Немецкий не изучал, произношение могу путать. Они там, по-моему, поют какой-то гимн клуба какого-то. Футбольного местного бременского старая песня. Вообще, оригинальная песня у них была Эндер Нордси Кусте. По-моему, так произносится. Надеюсь, я ничего не попутал. Еще раз говорю, немецкий не изучал. Но песенка прикольная, такими северными мотивами отдает. Рекомендую вам использовать только лицензионную версию, потому что я категорически против пиратства, в том числе и аудио пиратства. Тем более, мы с вами снимаем видео для YouTube. А этот сервис, который, на мой взгляд, очень грамотно следит за соблюдением авторских прав. Мы это уважаем, поддерживаем. Молодцы ребята из отделений разных стран YouTube, которые работают и следят за соблюдением авторских прав. Ни в коем случае авторские права нарушать нельзя. И это плохо, я считаю. Всегда надо использовать только лицензионный софт. Любого формата. И с уважением относиться к правообладателям. Это очень правильно будет. Это моя позиция, я надеюсь, вы со мной согласны здесь. Так что, вот такое вот к сведению. Но это, как вы поняли, было упоминание. Не используя, то мало ли кто что подумает. Ну ладно, шутки шуточками. Да. Та песня переделка, кстати, их же была переделка своя. Изначально была вот эта Нордсиркустая. А потом уже они вот этот брэмин сделали. Мотив песни тоже просто поменяли слова. Ну, мне нравятся их мелодии. Современные, мне честно говоря, их не очень. Они бы раньше там, по-моему, 80-е, да, были такие прикольные мелодии. Старин такие, поставленки прикольные, да. А сейчас чисто попса, ну, знаете, шоу-бизнес, это шоу-бизнес. Каковы вкусы публики, таковы исполнители. Мне не нравится то, что они сейчас делают. Но, тем не менее, два мужика уже довольно взрослых. В возрасте, я бы сказал бы даже. Но все-таки достойно уважения, что хоть что-то делают. Так. Что нам надо вообще? Ну, я хотел флот обновить. Промышленность у нас, я не думаю, что мы сильно потеряем от этого. Хотя пароходы изучим, чтобы я транспортный флот мог создать. В идеале, конечно, нам бы сейчас бы еще вот это открыть, чтобы базу обновить. Потому что уже пора готовиться. Да, наверное, мы сейчас это, потом это. А вот это пока, наверное... Ладно, посмотрим, не будем говорить. С промышленностью у нас и так все в порядке. Экономика так и пляшет. Уже седьмое место мы 30 очков с нуля сделали. Это хорошо. Что там по оправданию войны? Два-три месяца осталось. Ганновер с нами, пароход войск не отменяет. Это хорошо. Можешь попытаться его засферить. Полмиллиона населения. Ну, как минимум выпихнуть из сферы Пруссии с нами. Хотя я не думаю, что это поможет. Вообще не вариант, я думаю. Я полагаю так. Ну, мы продолжаем. Профессионизм открыла. Шикарно, аж плюс 15. Сам я справедливаюсь, плюс 5%. Кстати, этот текст я тоже не считаю, потому что это общая технология. Может, как-нибудь один раз я и прочитаю их. Ну, тоже интересно, там много важно. Я это еще просто читал раз 10-20. Есть не больше. Каждый раз почти когда играл раньше. Сейчас я это не читаю. Миллион раз, и он все было прочитано. Вам это может быть интересно. Можете на полуе это читать. Ну, а, наверное, когда за Россию буду проходить, если буду, то я это зачитаю. Так, армию обновляем, да? Потихоньку новые войска создаем. Да, надо сейчас боевые технологии немножко вложиться. На то, что мы увлеклись. Ну, армия у нас пока выполняет свои цели. Мы не планируем в ближайшее время каких-то серьезных войн. Что вы там? Хорошо, что хоть прусаки ничего не добавляют, а то бы у Австрии. Мне интересно, почему Австрия и Беломир не подписывают. Я это не понимаю, честно. Пусть ходят через наши земли, если там хоть как-то поможет. Ну, сейчас, как мы обеим войну временно, если Пруссия втянется в войну, мы просто пойдем освобождать эти земли, потому что Австрию сливать нам не хотелось бы. Сейчас еще наночки напряженности пойдут. Нет? Что? Это, наверное, из-за того восстания, да? Да, все в порядке, спад идет. Не стоит переживать. Хотя бы в этом бы регионе в крепости поставил. Я могу все это... Нет, наверное, не везде, да? Нет, как раз крепости везде, но увидим, сколько у нас денег. Все, мы слили на крепости. Сейчас взаймы улетим. Да не особо улетим. 64 монетки только. Ладно, продолжаем. Конечно, не потерпим, что я престиж сдавать вам буду. Ха, сейчас побежали. Разбежался, да? Так, продолжаем брататься. ССАСШ. Почему-то оно здесь в США называется. Нелогично, это крайне. В те годы оно было САСШ. Североамериканские Соединенные Штаты. Потому что тогда, даже на начале игры, мы видели, что здесь ничего не было. И вот здесь ничего не было, понятное дело. Мексика, кстати, Мексику опустили. Ладно, Мексику всегда опускают. Я ни разу не понял, что пограла не за Мексику, и Мексику не опускали. Если играю за США, я Мексику сам опускаю. Причем даже гораздо больше, чем то, что сейчас там. Если играю за Мексику, понятное дело, я это не позволяю делать. Но в остальных случаях только так и бывает. Так, сколько мы уже пишем? Мы уже пишем, наверное, где-то под час. Я не знаю, как по таймингу. Мне хочется все-таки вот эти два... Казалось, показалось. Видим, свет сливается и с нами, одновременно из Пруссии. Чуть-чуть уж подумал, что кто-то в Пруссии. Видите, вот очень контрастно выглядит, что она чуть не наш сферу затянул. Сфера затянула, да. Сфера его присоединила каким-то боком. Такое может быть, кстати, гипотетически. Плохо, что с Ганойером, но он хоть нам проход дает, но нам все-таки было бы неплохо иметь свои земли здесь. Грамотность мы потихоньку восстанавливаем. Надо технологии изучать для пошли грамотности. Ну, над этим мы работаем. Пароходы долго будут изучаться. Там до 53-го года аж. Ну, у нас штраф, я вам показывал, какой. То есть, аж минус 10 процентов. Кармить чуть попроще там будет. Ну, как зато у нас вот тут все окупается. Суммарно мы получаем 20 процентов, а теряем лишь 15. Так что на 5 процентов мы выигрыш. Причем выигрыш неплохой. Я не буду отказываться. Так, отлично. Оправдали. Ставим оправдание на Ольденбург. Ну, конечно, сохранимся. Подождем один месяц, чтобы нам бесчестье сбило. И пойдем войной на Бремен. Скорее всего, Пруссия подтянется. И мы Пруссию тоже добьем. Флот пытается отстраивать. Мелочи приятные, 2 процента сфермы и выпуск под добрение. Спецназа неплохо. Ну, давайте объявим войну Бремену. Мы зачем оправдались против него, но оправдали войну. Конечно, войскам вводим. Пруссия, конечно же. Клоуна. Так, давайте так. И как-нибудь так. Одно подразделение пусть в столицу берет. Пруссия вообще безбашенная. Я бы даже в ТСП играл бы, я бы нафиг бы сдал бы этот Бремен. Я бы не занимался таким бы садомазохизмом. 43% у них усталость. У этих... У этих 19. Ну, ладно, что могу сказать. Что мне показалось? А. Я думаю, там у нас появился какой-то КБ против них. Ну, давайте прусские войска окончательно похороним, а то они, что-то я смотрю, Австрию щемят со всех сторон. Ага, сейчас. Османы уже в нашей сфере, я так понимаю. Да. Так, что там у нас по очкам? Тут по максимуму. Давайте посмотрим, никто нам не бросает вызов. Штаты бросают вызов. Ухудшим мнение штатов. Мне это не нравится. В Египте, в Египте все в порядке. Англичане, что-то кто-то... Ну, давайте англичан чуть ухудшим. А то они любят Египет сферу включать. А тут давайте так. Надо нам расширять сферы, да? Мне кажется, еще одна жемчужина к нашей оси, центральная, и между Морьевой была бы неплохой бы Сицилия. Давайте на нее поставим. Потому что тоже неплохая база в Италии, в Южной причем. Так, давайте сохранимся тоже. Наверное, я изначально думал, что выложить все сохранки, чтобы вы могли отследить динамику игры. Наверное, выложу только сохранку последнюю, когда заканчиваю, ну или несколько последних, да? Потому что слишком большой объем, посмотрел там, сохранки, гигабайты могут весить. Когда я долго не играл, не удалялся, хранками, это мне под 30 гигабайт заходили. Иначе не буду выкладывать все это место очень много. Да и вам качать все это. Все-таки не Викиликслик какой-то инфо. Да. По объему. Так, сейчас прусьские войска разобьем, чтобы нам они ничего не мешали, ничего сделать не смогли. Блин, потери большим. Ну, походу, это их профессиональная армия. Мы потеряли 11 тысяч. Они потеряли 10 тысяч. Так себе. Отступают в Кремы, но давайте здесь мы их и добьем. Да, мы их разбили, это подразделение их разбито. Пойдем добивать остальные. Все равно сейчас армию нам надо будет обновлять, это так. Вот это все. Эта армия бита, давайте один туда отправим, да? Ну что, Пруссия. Пруссия-то Пруссия. И прямо еще осаждаем Бремен, давайте осаждаем. Да, 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 пограничный инцидент, что взяли Берлин, отлично. Ну, у вас теперь армии нет. Ну, как нет, у нас есть, но значительно слабли. 19 очков у них всего. Даже у Австралии сейчас посильнее гораздо. Так, отлично. Это последняя ваша войска, я так понимаю. Ну, там мелочь, вообще мелочь. Набью вот эту фигню. Плюс территорию не дадим ее взять. Спокойно. Просто вырезали. Да. Давайте, наверное, сделаем так. Давайте так. Бремен взят. Бремен мы подписываем, конечно же, в мир. Мы получаем маленький анклавчик. Вот это вот точка. Та-дам! Это наш теперь. Отожмем. Ну, здесь в любом случае крепость нужна, потому что даже нет границы. Ну, проход нам Гануэр предоставляет, но не стоит на это рассчитывать. И ЖД-шку поставим, да. Давайте вот это все испортим им. Тут армия у нас... Ну, 6 единиц мы точно взобьем, с этими не знаю. Может быть, нас Австрия поддержит. Все-таки наш общий враг. Отлично, потери меньше, переснаселение больше. А куда вы убежали, кстати? О, здесь армия была, вы куда ее дели. Увели, что ли? Ну, давайте. За вами в погоню. Подписали. Белый мир. Да, Белый мир. Война окончена. Вывар из Олора. Да. Ну, давайте мы все-таки вам эту единицу добьем. Отлично. Выведем войска. Не в Бремен, да. Ждайте сюда. Сейчас эту провинцию возьмем. Мы эти войска выведем, чтобы штраф не получать. Подпишем мир с вами на весь пир. На пятишем мир. Пир на весь мир, да? Строим. Ничего мы у вас взять не можем. Хотя бы я бы взял. Ну, давайте. Это еще ударом по престижу, поскольку они эту цель не выполнили. Уже будет 59. Постепенно мы вам даже снижаем престиж, не добавляя цель войны и унижения. Это прекрасно. Они пятое место до сих пор еще как-то держатся на плаву. Мне вот это интересно. Они не тонут, что ли? 166, 199. Скоро Россия будет посильнее, чем Пруссия здесь. А там уже будет попроще их спихнуть. Да, скоро Пруссия утратит свой статус. Ну, ладно. Нам это на руку. Бременно наш стал. Немножко рыбки. Мелочь. Возьмем, кстати, сейчас Сольденбург. Вот это, да. Получим мы выход к углю еще одну провинцию, да. Я бы пошел на Ганновер, но он в союзе с Соединенным Королевством. Я бы даже гораздо раньше бы с ним разобрался. Ну, дальше мы мелкие княжества пока трогать, я думаю, не будем. У нас нет границ с ними тупо. Это будет бессмысленно захватывать. Значит, такие вот анклавчики будут, тоже бессмысленно, я считаю. Хорошо, ждем. По крайней мере, Пруссия уже похоронена. Она восстановится, я думаю. Я ее не за таких сцен не доводила, она восстанавливалась. Я за Россию забирал, вот, вот, брал Сили, ну, вот это все, Калининград брал, да. Познань брала, Силезию брала, Померанию брал. Потом тут, ну, Австрия, это тоже все брал, вот, Баварию брала, она еще была великой державой. И еще неплохо так воевала Францию, там теснила, что она компенсировала за все вот эти вот регионы, забирала у Франции. Так что, надо тоже быть поосторожнее здесь. Так, флот у нас, флот, флот, флот отведем. Флот обновлять сейчас скоро будем, что-то деньги улетают. Вот, еще и взаймах даже, давайте отменим. Не понял юмора, почему взаймах? А, ну, мы что-то строить начали, наверное, из-за этого. Да, 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 закупка еще идет, да? Нет, уже не идет. Нет, сейчас, значит, плюс пойдет. Должно пойти, по крайней мере. Ну, так не знаю. Ну, давайте чуть-чуть пошлиную флот вернем до 50%, раз такая беда у нас с экономикой, как-то первое. Да, в Альденбург всегда был агрессивный, я это говорил всем. Так, а пароходы есть, давайте теперь линейные темы. Клещно, теперь мы сможем создавать, не сможем, надо сделать изобретение, да? Но это быстро сделает спрос на тупо, продолжать, да еще и денег у нас, в конце концов, не давайте, сохранимся. Процесс идет. Так, завоевываем потихоньку. Нет, я просто не хочу вводить, а то этот нам войска проход закрыть может, а то мы тут будем замкнуть, потому что флота у нас нет еще, чтобы перевести всех их. А так, у нас типа не будет прохода войск, мы можем спокойно их отвезти вот сюда. А так мы нападем сюда. Этот, я так понимаю, чудик будет драться с нами до последнего. А, кстати, сколько у нас снабжения? Почти позволяет. Неплохо. Армию пока мы еще не обновляем, мы пока священников доводим. Уже 3% в стороне священников. 3, 2, 4, давайте куда-то переносить. В Познане, в Ютландии, поддержка священников, да. Где-то у нас вроде, а, у нас всего 3 фокуса. Мы, кстати, больше можем, я так понимаю, да? Нет, пока что еще 3. Значит, пока дальше по той ветке идти не стоит, хотя рано или поздно все равно придется идти. Все-таки там у нас национальная провинция возможность сделать, там у нас и колониальная политика, так что пока просто ждем. Игра мало богата на динамику здесь. Надо что-нибудь более динамичное для канала, для разнообразия начать обозревать. У меня есть одна игрушка уже в планах, ну как в планах, наметил я структуру. Я думаю, она вам понравится, не буду говорить, что за игра, но если вы интересуетесь историей, вам тоже это понравится. Тоже игра относительно, ну она посвежее, чем вот эта Виктория, да? На года 4 посвежее, 2014 игра. Да и события там посвежее, как раз попозже. События до 36 здесь не охватываются, но я не буду говорить про кайки, я думаю, хотя и так уже подсказок вам дал много. Да, я вам покажу про ту игру, это уже не стратегия будет, хотя определенное стратегическое управление там должно быть присутствовать все же. Я думаю, вам понравится. Игра там тоже, ну она не замудренная, но я механику тоже ее рассмотрю, потому что там есть несколько вещей, на которые надо обратить внимание. Поговорим с вами про геймплей, поиграем в конце концов в нее. Я думаю, вам понравится. Я даже не думаю, что вы эту игру видели, я думаю, может быть вы эту игру увидите и это вас заинтересует. Потому что игра действительно интересная. Так, я думаю, вам понравится. А там посмотрим. Достал ты, оправдывает, великие альденбургские шпионы, шпигоны. Это все какая-то зрада на парамога. Да, 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 да. Мх, 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 процесс идет, процесс идет. Так, надо очки дипломатически скидывать. Сейчас еще со штатами забратаемся. Нам это тоже лишнее будет. «Австрия место утратила». Сохранила, сохранила, еще восьмая. Держись, Австрия, субсидия. А, они автоматически снимаются. Ну ладно, пусть у нас перемычки нету, зато мы сами сможем забрать себе Силезию. Ребята, да, Силезия богатый регион, очень богатый, очень богатый, если мы лишим пруще Силезии, мы ее точно в гроб гоним, ну и точно себя, значительно все тут под миллион населения, ну больше полмиллиона точно. Ну даже не миллион, ну не под миллион, ну где-то, ну больше 500 тысяч, это очень большое число, я считаю. Ну, хорошо, что хоть было автосохранение, наверное, эту часть я не хочу делать такой длинной, как другие, наверное. Наверное, мы с вами как поступим, я сейчас завоюю этот Альденбург, чуть-чуть позанимаюсь в спокойном режиме, когда-нибудь этих автозагрузок постоянных, промышленностью, армией, но да, потом уже мы с вами будем что-то новое делать. Вот. Следующая часть, скорее всего. Выборы, выборы, кандидаты хороши, кандидаты хороши, победят. Инсерватор, скорее всего. Ну, ладно, поменяем, если что, поставим реакцию. Спасение державы в Альденбург, ну да. Ну, да, нам надо Ганновер будет в любом случае мочить, он у нас Швеймин, союзник. Я бы его, наверное, даже пока не будем. Из Пруссии было неплохо выпихнуть, но он в союзе с королевствами. Я не знаю, когда он его разорвет. Вообще, рано или поздно он должен разорвать сам союз. Тогда мы спокойно заберем вот эти два региона, штады и... Ну, провинции штады и Льденбург, получим перемычку к Бремену, к Альденбургу к тому времени. А потом мы сможем просто завоевать его. Ну, почти. Сюда мы, кстати, дорогу получим на Брауншвейг. Брауншвейг сможем завоевать. Провинция неплохая по населению. Работаем потихоньку, что могу сказать? Работаем. Нам надо что-то более динамичное поздравить, я думаю. Виктория игра хорошая, но радует, если вам это нравится, вы просите меня это обозревать. Я это обозреваю, меня это радует, если вам это интересно. Если вам нравятся, в том числе мои комментарии, это тоже меня радует. Если вам вообще что-то, если вообще кому что-то нравится, я считаю это прекрасным. Не важно, что вам, не важно кому. Ладно, чтобы это было в рамках определенных норм закона, Закона, определенных этических соображений и прочего. Остальное уже не важно. Транспортный пароход, да, отлично. Как раз денежки накопили. Давайте обновлять у нас 28 единиц. Давайте под тридцатку будем строить. Клипера мы уничтожим. Они устарели. Даже не разделить пополам. Клипера, они нам не нужны абсолютно. Можно убрать и убрать. И распустить. Создаем свой полноценный флот. Надо армию уже и гвардейцев строить, потому что артиллерия, артиллерия, армия довольно спорная. Транспортные пароходы, как я уже сказал, нам надо будет, давайте, 13, 26. Пока давайте хватит, а то еще минусы улетим. Они быстро строятся, это не проблема. Будет их больше гораздо, чем у нас вот этот флот основной. Какой милитеральный, антимилитаризм, антимилитаризм. Антимилитаризм. Правильно, что сказал правильно. То, когда долго говоришь, особенно, ну как ни одно и то же, об одном и том же, то язык можно заплетать, заговорятся, особенно, как на запись делать. Так, все, мы больше не будем ни против кого сейчас оправдать войну. Можем спокойно не париться, дожидаемся к концу месяца, флот выводим. Дезидейра. Название Генрих Норнен. Так, сохранение, просе, конечно же, впряжется. Наивные клоуны. Давайте попробуем. Так, объявляем войну. Завоевание, конечно же. Мы искали, даем. Так, один день. Просе, втягиваться, все правильно. Потихоньку под шумок забираем. Добьем их армию, чтобы у них вообще ее просто не было. А она вам и не нужна, кстати. Зачем вам армия? Вы шпруйте, что вы военная страна, что ли? Ха-ха-ха. Вы не должны быть таковой в этой партии. Так, в Берлине мы разбили их армию. В Галле отступим. Ну давайте добьем их. Конечно, мы больше потеряемся, но я говорю, у нас армия не обновленная. Мы просто тупо артиллерии. Так не надо делать. Ну сейчас это просто вариант неплохой для штурмов, чтобы провинции быстро забирать. Так, пушечное мясо. Да, 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 мир во всем мире. Вы что, с горы упали? Вэрфрут. Ну давайте добьем вас. Коллег. Вот, две тысячи потеряли, но они одиннадцать тысяч. Мы победили. Все. Военные очки на нуле. У них сейчас остались только могилизантов. Могилизантов мы быстро побьем. Потому что это обычное население, не профессиональная армия. Плюс будет умирать население у них. Такое, в кавычках, геноцид. Пруссаков мы устраиваем. На всякий случай геноцид это плохо. Это преступление, осуждаемое международными сообществами, всеми правовыми нормами. Да и вообще, с морально-нравственной точки зрения это плохо. Я всегда был противником преступлений против человечества. Геноцид это тоже очень плохо. Я считаю, что это международное преступление, не заслуживающее никакого оправдания и реабилитации. Поэтому геноцид это плохо, и вы это все прекрасно понимаете и знаете. Как я уже говорил, в игре я делаю определенное отступление от всяческого игрового процесса. Мне просто очень сильно не хочется, чтобы мало ли кто-то там что-то подумал плохое. Потому что могут подумать при желании. Сами понимаете, люди разные бывают. Да и вообще, я думаю, что мою позицию такую надо озвучить, потому что мы сейчас живем в мире довольно агрессивном, где с помощью насилия любят решать многие проблемы. Это нехорошо. Давайте флотом уничтожим. Но это уже по игровому процессу. Так, нифигао, тут Могилизантов нагнали. Это же Могилизанта? Не факт. Давайте захватим по-быстрой помощи. Просто будем резать вам население, чтобы очки потеряли. Так, отлично. Что-то у нас норвежская партия, мы ее меняем на архивскую партию. Сейчас нам выгоднее так поступать. У нас там подразделение, походу, какое-то было. Ну ладно, печаль. Давайте добьем. Видите, зато как быстро провинция захватывает, когда артиллерии много. Так, наш транспортный флот собирается. А мы можем его спокойно собрать, что они будут на вызов боросать, что ли? Не, ну давайте где-нибудь здесь будем базировать пока временно. Может быть, даже кунь-замурской экспедиции примем. Проведем. Флот, что у вас за флот походят. Малые корабли. Немножко транспорт, когда же зачем ты ему. Я вот опасаюсь, как бы участ на нас. Может и чудик. Мы не успеем, конечно же. А победит ли он? Там же армия профессионала. Ладно, отступай. Да, ладно, сейчас мы его забьем. Это наш, наверное, самая большая тактическая ошибка за все время. Я говорю, зато армия обновима. Армия все равно обновлять, надо будет чуть не по новой строить, потому что так-то на у нас есть, наверное, довольно специфическое. Быстро он армия, нифига себе, уже 23 очка. Сицилия сфера затаскивает, хорошо. Молодец, что малышка. Ну, мы-то справимся, это шумы, а это он. Да, справимся. А просто с какими? Страны везде со всеми стояли, ну ладно. Все, разбили мы вас. Даже потери у вас вышло больше у нас на 3000. Давайте добьем. У них больше потери всегда хорошо. Ганновер нам проход войск снял. Нет, а то что? Это не союзники. Но отлично, она сейчас вся армия здесь занята. Мы не выведем ее в флот, а подойдите, мы уже транспортный флот отстроили. Да? Можем смело концентрировать, это не проблема. Там, смотри, никто ничего не сделает. Как раз пока захватим флот, там соберем весь. Вовремя спохватился, флот начал строить, иначе мы бы вот так вот оказались. Просто говорю, что в любой момент могут закрыть проход войск. Он же в сфере находится, и его... Так что, концентрируем потихоньку. Его никто не разобьет. У Пруссии здесь флота нет, у них вообще флота нет. За те земли не боимся. Во главном, что у них усталость от войны, и все растет и растет, потому что они воюют, не останавливаясь. Добавить бы, я бы добавил бы что-нибудь, но даже унижение нельзя добавить. А больше мне нечего здесь добавлять. Все, Ольденбург наш. Няш-мяш, Ольденбург наш. Так, была вот эта вот штука. Та-дам! И нет, ее штуки, это единая теперь провинция. Так, рыбки немножко есть, морскую базу сразу устроим, нам нужны очки. Дороги подождут. Мы получили Ольденбург с рыбкой 39 тысячами немцев северных. И Клоппенбург, стрим... Клоппенклопы. 16 с 7 тысячами человек и тревес с точки 7 угля. Неплохо, я считаю. А сколько у нас в Копенгагене? 12. Ну, почти наши заводы все обеспечиваем. Это хорошо. Так, а что делать теперь будем? Ну, давайте все-таки Пруссию похороним окончательно. Престишинер своего шоу, утратили, но я хочу их просто изничтожить. Так, у нас здесь подразделение, а подразделение у нас сейчас... А с другой стороны нам далеко и плыть-то не надо. Ну да, давайте переведем, что мы время тратим заря. Очевидно же. Сейчас мы их армию разобьем, а подпишем мир. Очки тратим. Улучшать. Давайте еще будем дружить с... Сицилия, рано или поздно, шмашевшая сфера. Затем, а так быстрее будет. И вообще, как я уже сказала, то количество очков дипломатически зависит с амосферой, есть сила. Чтоб повстанцев поставил. Так, все. Киповстанцы, чем вы... Берите галочку, не подождитесь. Да, пойдем им в флот потопим, а то они что-то совсем страх потеряли. Флот начали строить. Так, а и... Ладно, пусть достраивается, еще флот строится, смотрим. Что-то он армию сильную дико поотстроил, я что-то даже с него... Мирт, он подпишет с нами? Подпишет, отлично. Вы подпишите? Нет, подпишет. Броншвейш. Что это вообще такое за недоразумение здесь? Маленькое княжество, ни о чем. Да, весь мир уже давно в индустриальной эпохе, а тут у них еще феодализм. Да, с Эфиопием мы заграничили и рост. Кстати, я смотрю, испанцы отняли Эритрею. Но все равно Эфиопия сильна, Эфиопия стронг. О, рейдеры можем строить, более продвинутые кораблики. Но сейчас пока нам это ни к чему. Так, пока что. Мы сейчас фото обновим. Ну мы же победим, конечно же. Да, да, победим. Сейчас у него в основном могилизанты. То есть мы чисто пурсаков резажим. 3,23 миллиона у него населения. Ну много могилизантов у него. 21 тысяч, он больше потерял. Мы ничего с этой войны не получим. Мы просто Пруссию ее чуть дальше загоним в гроб. Это прекрасно. Всегда прекрасно, когда твой враг находится в гробу. Или плывет. В парике, когда ты сидишь на ее берегу. Ну конечно же, мы сейчас говорим про игру. Любое насилие это плохо. Я всегда это говорил и подчеркивал. Я не одобряю никакие формы насилия. Так, Дансинг. Шпигуны среди рабочих. Сознательность, агрессивность. Ну давайте Норланд посмотрим. Норланд это регион, я так понимаю, да? Чего тут больше, агрессивность или сознательность? Среди рабочих. Стоп. А, бедные классы. Ну давайте посмотрим. Надо же знать, что эффективнее здесь. Так, Норланд, 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 Норланд. Тип, давайте по типу. Бедные вот эти. Ну да. Давайте, наверное, все-таки понизим сознательность. Хотя, наверное, надо было агрессивность понижать. Ну ладно. Сейчас мы вам еще флот потопим. Отлично. Гдансг взяли. Ну или Дансиг. Угу. Давайте Дочекрону возьмем. Так. Кюстрин, погнали. Что там, Сицилия? Прикиньте, сейчас еще и Сицилию в сферу возьмем. Это вообще прекрасно. Столько союзников в Европейскую Коалицию. Создадим мощную, центральную. Так. Ну что, Кросси уже не жилец. Надо кораблики дотопить вам. Ну давай, умирай. Отлично. Ладно, хватит. Давайте завязывать с этим. Это может быть до бесконечности. Что? Австри... Вожечь посполито. Начало выделяться из Австрии, причем. Войну закончим, поддержим Австрию. Потому что Австрия, вот что, что Австрия, нам нельзя. Никак сейчас, что это наш союзник, это хороший. Форпост, после войны с Россией, поэтому не, 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 не. Даже не думать. Даже не думать. А эффективность награждения, плюс 3. Что мы в долгах, как шелках, когда успели, и улыпал. Давайте сразу на поршенную иглу, не о чем не задумываюсь. Что мы увлеклись войной? Да, конечно. Там немножко грязь, но как. Вообще это рискованно, но нам сейчас важна промышленность. Промка. Так называемая. Работаем. Постепенно выплачиваем. Гвардейцы можем. Все отлично. Так, на армии больше пока, пока сейчас мы концентрироваться не будем. Есть у нас пару лет. Давайте, наверное, откачаем промку. Продолжим на железах шахтов концентрироваться. Последний флотовый разобьем, хватит. У них хоть за 50% уже агрессивность. Да, устал 100% на 54%. Да, сейчас мы еще... Мир подплугарщи, все, Пруссия, все. Сейчас ждем пока флот, выведем войска. Все, флот мы полностью разбили. Подписываем мир. Так, у них сейчас 47 престиж, а так будет 37. Потому что они опять не добились цели. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Плюс у нее сейчас агрессивность зашкаливает. Ну все, Пруссия все еще пятое место. К удивлению моему. Шестое как раз Австрия. Разница большая, однако. Ну ладно. Так, что, кто к кому склоняется? Великобритания не решила. Франция. Австрия, Россия, Испания. Давайте сохранимся и поддержим наших братушек, австриюшек. Потому что не хочется ни на что налетать. Да, поддержим Австрию. Не хочется такие территории им отдавать. Ну вообще никому ничего отдавать не хочется в этой игре. Так, давайте флот у нас будет расконцентрирован. Сейчас одно подразделение чисто транспортное, другое подразделение чисто военное. Сконцентрируем их. Тут мы точно же ничего не строили. Транспортник, транспортник. Так, ну давайте тоже, где мы вас здесь, по-моему, базируется, поставили. Ладно, передвинем, потом подклылут поближе. Тут мы ничего не строили. Так, давайте немножко менеджментом займемся микроменеджментом. Так, Альденбург, железку однозначно. И Клопенбург, надо тоже железку, потому что здесь, я уже сказал, уголь. Вы же нам даете пароход войск. Давайте вас тоже потихоньку из сферы вытаскивать прусской. Клопенбург тоже сейчас железку поставим. С пошлин тоже надо вылазить, слезать. Так, ну я понимаю, видео мы уже превысили за час. Заметно, да, не хотелось бы до двух доходить. Давайте сейчас в мирном, спокойной обстановке мы сконцентрируемся чисто на армии, на промышленности. Тем более у нас сейчас все это позволяет. Что там с фокусами, кстати? 3, 8, 2, 1. 2, 1, 3, 8. 3, 8. А больше ни где нету. Ну давайте пока как раз у нас сейчас тот флот соберется, весь этот транспортник. Куда я транспортник-то? Да, сюда, в Копенгаген. Армию давайте. Вообще надо будет полностью распускать. Давайте армию перес... Хотя давайте подождем пока, пока не будем... Переформировать пока, пока не будем. Так, транспортники объединяем, объединяем, объединяем. Что там у нас плывете? Сразу давайте сюда, в Копенгаген. Вроде сконцентрировались и все остальное. Рыба с продукцией плюс 50%. Процентов, это хорошо, у нас рыбная страна. Что у нас, кстати, по рыбке там? Рыбка, рыбка, рыбка. 11% с половиной, неплохо. Рынок держим. Зернышко у нас тоже неплохо. Деревом тоже неплохо. Сталь. Что там по рабочим? Нигде в фабрике не требуется. Есть где-то переполнение. В Гетлэнде скоро придется улучшить. Сколько денег? Хороший НМА. Но критичной ситуации, так вижу, нигде пока нету. В Сверленде надо улучшить что-то. Цемента сколько у нас? 6%. Машиностроительный завод. Ничего себе, 17%. Детали с половиной, это круто. Так. Ну давайте, наверное, еще минуты, не знаю, 10. Позанимаемся в промышленности и прочего, закончим. Вот что это страна, такая игра, такая. Что там у нас? Армия что ли, где-то, что обидеть, можно было бы, ну ладно. Розетки, конечно. Да-да-да. Мы хотим завоевать Вертемберг. Мы еще даже не видим, где он тут, где-то он тут есть, конечно. Но мы пока туда не полезем. Так с удовольствием завоевали. Пруссию еще пятое место даже. Присешно ее до нуля почти. Опущено. Но у нее вторая в мире армия, промышленность, промка у нее мощная. Говорю, нам надо одну успешную войну за Силезию провести, забрать Силезию и все. Пруссия все. Надо было Австрию забирать этот регион. Ну ладно, зато он может быть стать нашим. У них Союз с Англией, меня это пункт напрягает несколько. С другой стороны, мы можем снизить... Честь. Вы чего в нашу сферу полезли? Что там совсем? Сколько у нас сейчас мнения? Так. А, ну сейчас мы ее перевключим. Так. Египет, то... Колубе никто ничего не угрожает. Давайте США ухудшим. Чтобы не было переполнения. Они могут включать, они любят ее включить в свою сферу. А тут никого трогать не будем. В Египте... Я не уверен, тратятся дипачки, давайте проверим. 0,6,8. Да, тратятся, то есть в таких этих ничего себе, ничего себе, ничего себе. Я думал, что не тратится. Потому что оно же переполнено, просто стоит, как бы, чтобы заново не перенастраивать распадись. Так что надо бы... Внимательнее с этим тоже, потому что налететь. Только сейчас-то заметил, ничего себе. Я всегда думал, что не тратится, потому что... Ну, как бы, там и так уже максимум. Просто это приоритет, когда мы очки там освободим, чтобы нам заново не выставлять все, а оказывается, тратиться. Очень глупо сделано, я считаю, это недоработка. Надеюсь, может быть, это и поправит разработчики. В следующей части, может быть, иначе сделают. Либо в этой, если будут патчи выпускать какие-то... Так, а что там у нас? Ну, давайте, как я сказал, промкой заняться, да? Где у нас переполнение потенциального завода. Здесь машиностроительный расширим. И нам надо уже... Так, флот у нас полностью обновился, да? Где-то два кара... А, вот, все. 26. Давайте, наверное, еще 4 денечки транспорта, чтобы было ровное число. Раз, два, три, четыре. Три, четыре. Так, морские базы мы можем улучшать. Вот что нам надо сейчас срочно сделать. Так. Денег надо на них очень много. Мы сейчас же пошлину в лусье поставили, поставили. Выплатим все. Посидим сейчас на Польшу на грене, которое время. Надо отстроить армию. Белый мир отлично, Австрия защитила территорию. Испания получила удар по престижу. Ну, еще остаются, я так понимаю... Нет, уже утратили, осталось великой державой. Потому что, если кризис не удался, а вы поддерживали неудавшуюся сторону, вы ее отстаивали, то вы теряете от этого, понятное дело. Египет нам Союз предлагает. Это здорово. Ну, правда, это толку мало, но пусть будет, как говорится. Так, что там у нас? Флот стоит. Это стоит. Стали следуют сам. Сейчас надо нам базу обновить срочно. Так, а что там по этим? Да, 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 где-то мы читаем. Помирание 3,9. Тут 2,3. Слабые идут. Тут 3,9. Что так долго? Ну, ладно. Там значение от 1 соты незначительное. Давайте переключаться, да? Ну, давайте один день нажмем. Тут у нас поздно 2,4. Тут оставим, потому что это, а тут, о, 4, отлично, Шлезвиг-Гольштейн. Что там у нас еще? Священники 3,6. 3,6. 4, 3,9. 3,9. 3,6. 3,5. 3,5. Тут уже нет. Тут есть, тут есть. Тут нет. Тут нет. Ну, потом давайте ими займем. Сейчас давайте армию. Помирание переключаем на солдат. Поздно не оставляем. Гетланд на солдат. Убираем из лезвия. Вот так вот пока это нам нужно. Нам нужно солдат. Нам нужна свежая кровь. Начинаем формировать самую мощную единицу. Хотя, наверное, давайте пока. Пусть люди перейдут в население. Более разбалонтироваться. Мы пока деньги на армию. На флот пустим. База, как я уже сказал, надо отстраивать. Тут железки нет у нас. Построить, конечно. Вот этих трех регионов я, наверное, даже крепости поставлю. Хотя, нет, сейчас не буду. Это дорого. Но так-то стоит, потому что они не защищены. Проходов войск нет. Можем налететь. Продолжаем брататься с штатами. Работаем. Флот. Максимальная скорость плюс один. Это хорошо. Где-то кораблики начали достраиваться. Отлично. Ага. Так. Второго туда. Третий. Видео, наверное, объемное получилось. Ну, я думаю, что лучше за одну часть сделать длительное, но все откачиваем, чтобы другие были более динамичными. Как мы помним, после первой части у нас очень динамичная игра была во второй. Может, после третьей будет нечто подобное. Посмотрим. Так, очки начали появляться. Давайте базу обновлять. Ну, в первую очередь я поставлю, наверное, сюда, чтобы достать до туда. Угу. Ну, ладно, успевать. Главное, что все базовые, где только можно, дотянуть до третьего уровня. Если мы это не сделаем, то можем сильно пролететь в колониальные эпохи. Так, флот у нас полностью отстроен, именно транспортный. Солдаты потихоньку, люди переходят. С промкой, что у нас в Гетландии скоро. Ну, давайте улучшим базу консервную. Ну, для нас тоже не критично. Мы второе место в мире по престижу занимаемся. Первое, следием на королевство. Неплохой прогресс, не считаю. Так, США, улучшить. 110 уже. Пойду на мне объявят. Продать даже не будут. 31. Перестарались. Ну, ладно, пусть будет 31 про запас. Личний не будет в любом случае. Это точно могу сказать. Так, с денежки у нас накопились на базу морские. Давайте построим морские базы в наших заморских владениях. Так называемых. Здесь однозначно, чтобы колонели... А, уже собрали. Ну, толку от него мало. Тем более, все это можно завоевать одну войну. Вот эти все острова. Так что все в порядке. Нет, куда мы жмем. Нажимаем. Нажимаем. Говорите правильно. Коррупция в колониях. Ну, да, да, да. Дредд Скотт против Сэнфорда. Это событие рабовладельска. Скоро гражданская война в США начнется. Уже начали к США появляться. Будет весело. Можем поддержать. И уже попробовать. Ну, по-моему, это... Абсурд, и, как я уже сказал, сейчас нам выгоднее дружить в США. Да. Такова наша политика сейчас должна быть. Так. Сицилия, Союз предлагает. Шикарно. Что тут по сферам? Дружеская. Уходите отсюда. Даже и не думайте. Трати так. Полов, конечно, это показывает. В Колумбии у нас... Сейчас по-худшему. Экспансер что-то много. Куда лезут? Куда им не надо лезть? Они уже все, по идее. О чем мы, кстати, очки тратим? Ну, ладно. Реакционеры. Ну, куда вы и так в самой... Ну, ладно. Дешевая сталь изучена. Отлично. Бонусы к промышленности получили. Так. Давайте паровую турбину изучим. Хорошо повысит выпуск продукции с фермы шахт. С нефтен... С пошлиной иглы давайте слезать пока не будем. Сейчас пока да все проинвестируем, потому что нам нужны деньги. А сейчас я хочу сразу все разом отстроить. Подавлять мы еще не будем. Пусть злятся, пусть майданят. Подавим просто. Мы не будем слабаками, мы просто вправим войска на них. И правильно сделаем. О! В Пруссии уже повстанцы поднялись и кабинцы. Ну, они их раздавят. По-любому раздавят. Усталость от войны снижается постепенно. Но все равно Пруссия уже СГС, так называемый Северо-Германский Союз, не создаст. Конечно, печально, что восстание подавили, но уже люди начинают у них майданить. Это хорошо для нас. Майдан всегда хорош для той страны, которая хочет с помощью него поменять власть в этой стране. Майдан всегда плох для той страны, где он происходит. Да. Я использую устойчивые фразеологические ворота, потому что так называемые цветные революции в механизмах, это элемент гибридной войны. Довольно мощный инструмент. Говорю вам, кстати, как дипломированный политолог, что с помощью этого довольно часто... Дело очень просто. Есть страна, где власть в стране неизговорчивая. Сейчас у нас все решают не империализм и войны, а руководство стран. Если мы поставим в какую страну свою марионетку, он отдаст все концессии нашим компаниям, экономику сдаст, допуск нашим корпорациям и прочим-прочим. Капитал, наши войска, база и прочее. Это так очень упрощенно, схематично говорю. А если власть отстаивает с интерес своей страны, то она этого делать ничего не будет. Понимаете, делать надо надо менять власть. Ну, как-то объявить войну, свергнуть в правительство, как это было в Ираке с Саддамом Хусейном, не комильфо до сих пор. Я считаю, это преступлением международного уровня, потому что никакие международные нормы соблюдены не были. Был использован завидуемо ложный предлог, я имею в виду так называемое химическое оружие, когда Колин Пауэлл трес пробиркой с непонятным содержимым в ООН. Как какой-то идиот, ну, это несерьезно, люди. Да, вот такая вот политика была. Я считаю, это преступление, смерть Саддама Хусейна на руках и тогдашнего американских войск. Я считаю, это преступление против народа, преступление против иракского, преступление против человечности. Безусловно, это неоправдная жертва и искренне соболезную Саддаму и его родственникам. Понял, дело иракскому народу, потому что после этого начался весь беспорядок в стране. Так вот, не обязательно вторгаться в страну, можно сделать это все мирно, спокойно, как говорится, ну, относительно спокойно, без войн, без ничего, без шума. Просто объявив, что в стране нет демократии, коррупция в стране, власть всех притесняет, бла-бла-бла-бла-бла-бла и все в таком духе. Поскольку люди, многие действуют чисто через эмоциональное, не через засуточное, и они легко на это поведутся, скажи, у тебя там отнимают деньги, ты живешь плохо, ты все это, а тот живет хорошо, имеет там айфон, квартиру, там, две машины и так далее. И все прекрасно, да, у него. Но так-то он начинает верить реально, что ему живется очень плохо. Выходит на всякие майданы, белоленточные эти и прочее. Понятное дело, если все это получается, то страна оказывается в полной гайке, скажем так, да, которую успешно используют по назначению хитрый болт с резьбой, который развязал все это. Ну и страна, понятное дело, очень сильно страдает от этого. Достаточно недавний пример и свежий для нас, чтобы было в соседних странах с нами в последнее время. Да, как там девалировалось валюту, что происходит в тайне, какой там порядок и прочее. Но очень успешно говорит, что рядом есть какой-то агрессор, там какая-нибудь плохая нация, от них все беды. Как от евреев, чисто антисемитизм, да, или русофобия сейчас в мире набирает популярность во всем виновата русских, так называемых. Это тоже плохо, я считаю, это нарушение международных норм, это неправильно. Все народы дослуживают уважения, абсолютно любые, и мы в том числе, на равные со всеми, и подобные нападки недопустимы, я полагаю. Так что меняется власть в стороне с помощью цветной революции, госпереворота так называемого, и ставится верхушка лояльная нам в другой стране, да. И мы от этого выиграем. Чисто бизнес, политика, ничего личного. Ну, промышленность, Бавария хочет с нами совместить, что вы... Конечно, конечно, да, Бхатия, Баварция, даже сферу на вас поставим. Сицилия у нас уже скоро, а, уже сфера даже. Никто не дергается. Давайте на Сицилию понизим прирост. На единичку поставим. Османов. А если что, Россия лезет в Османов? Нет, Россия не будет лезть в Османов. Сферу я имею ввиду. В Колумбию никто не дергается. В Ганновере мы потихоньку работаем. Скоро, кстати. Так, ну давайте, наверное, сейчас подождем, когда Ганновер вылезет на улучшение отношений, и будем заканчивать видео, а то реально очень долгое видео получилось. Объемное. Если мне надо формат видео, мне кажется, чуть поменьше делать, то, я не знаю, вам нравится, когда все сразу идет, или когда медленно, постепенно, потому что обзорщики бывают разные, уж тем более бывают игры разные. Я встречал успешных обзорщиков, у меня есть некоторые знакомые, друзья, в том числе, да, у которых много подписчиков, десятки тысяч, а то и больше, да. И они снимают видео там по три, даже по четыре часа, причем в играх даже не таких динамичных, как это, да, и их прекрасно смотрят, это людям нравится. А есть те обзорщики, которые снимают видео там чуть ли не по 10-15 минут, очень короткие. Их тоже очень много людей смотрят, и им это тоже нравится. Мне все-таки ваше мнение тоже важно, здесь я хочу сказать, нет, здесь какое-то золотого правило, иногда хорошо, когда и длинные видео, когда и хорошие, и когда и короткие. Я пока придерживаюсь золотой середины, а полтора часа сейчас пока идут видео, вообще планировал по часу, но, так, партия пошла в игре. Так, у нас выскочила Ганновер в данной сфере, давайте улучшим отношения, и давайте, наверное, все-таки счеток подождем, деньги на одну базу накопим, 17 тысяч поставим где-нибудь ее, чтобы спокойно можно было занять с другими делами. Кстати, как они у нас строятся там, да, строятся. Это недолго, это быстро, население у нас не беднеет, вроде нет, на пошло все нормально, но лучше это не делать, я уже говорил. Португалия, ну, молодцы, чего, сохранили статус колониальной державы, про что я говорю, что здесь вот провинции есть, можно пойти успешно высадку совершить. Ну, молодцы, анголы взяли. Прямо, современные границы практически считаю, да. Так, база у нас деньги накопились. Тут строится, тут строится, давайте по этим регионам идти от дальше, к ближнему, назовем это так. Год хобби тоже построим. Да, денежки пошли в карман, мы никому ничего не должны. Давайте снизим перед выходом уровень пошлин. Так, чуть-чуть. Да, даже у нас это сохранение было. Да, прекрасно держимся на плавом. Улучшаем отношения с США. Ну, давайте, наверное, заканчивать. Мы сегодня поиграли ровно пять лет, ну, плюс-минус, да, практически ровно пять лет. А, даже шесть, да, все-таки, наверное, даже шесть лет практически ровно, потому что сейчас уже январь, это 57-й год будет, мы в 51-м начинали. Давайте подведем итоги, что нам удалось за это время сделать. Ну, первое, мы захватили с вами Хлюпик, Любик, вот эту вот провинцию, население, кстати, здесь упало, это для нас выгодно. Мы помогли австрийцам, ну, если австрийцы ничего не получили, то, как минимум, они ничего не потеряли. Хотя, я думаю, что было бы Силезию все-таки выгоднее отдать им, даже австрийцам. Для нас это было более выгодно. Кризисы у них теперь пошли, ну, все. Ну, мы ее будем поддерживать, нам сейчас эта страна... Что, вы, Союз с нами разорвали? Ну, наверное, Австрию мы будем теперь ломать, раз они хотят с нами дружить. С францем мы не сможем дружить, она в Союзе, с этими мы не будем дружить, да и в Пруссии они дружат. Зачем вы с нами Союз разорвали? Разорвали австрийцы, братишки. Что не так? Ай, США с нами как будут союзиться? А, мы отправим, ну так, давай до этого подождем. Неожиданно такой под конец поворот. Не ожидал, не будут с нами дружить. Все, мы остались одни, поздравляю. Ну, как, у нас есть Сицилия, у нас есть Османы, но это так. Никто не пойдет с нами. Ну, что мы с вами делать будем? Что мы с вами будем? Я не хочу их терять. Союзников. Так, подожди, слишком много союзов. А давайте с вами финтушами сделаем, да? Египет в нашей сфере, поэтому мы с ним можем пересоюзиться запросто, это не проблема. С вами что-то у нас день надо отжать, да? Все, ну, слишком много. Ну, давайте с Колумбией парнем, это тоже наша сфера. Тоже с ним сосоюзимся запросто. Не понимаю юмора, что у нас много союзов. С кем у нас еще союза? С кем у нас еще союза? Бавария, это... Ну, с Османом мерзарем, это тоже наша сфера. Что, сфера не учитывается? Перезаключим. Перезаключим. Сейчас вот даже в этом видео все и перезаключим, потому что что-то они мне... Кто у нас там еще был? Чицилия. Да. Все, ну, мы от этого выиграли. Все, теперь вы с нами подпишите союз. Очков дипломатичных. Ну, сейчас подождем. Как не примут? А кто у нас еще остался? У нас нет больше союзников. Вы обязаны с нами подписаться, потому что зря все это разрывали сейчас. У меня что-то не понял. Юмора... После того, что мы для вас сделали, это как-то подло. Вы как считаете? Еще что-то там не примут они. Хм. Интересно, да? Слишком много союзов. Вы... У нас нет союзов. Сфера не считается за союз. Как там говорил один известный выдающийся российский дипломат, по-моему, фамилия Лавров. Ну, вы поняли, что он говорил. Я не буду так озвучивать. Так, давайте выйдем. Я загружу декабрьскую сохранку, где мы союзы не разрывали. Сохранюсь. Я этот вопрос уже решу. В следующих видео... Мы уже почти два часа пишем. Это не есть хорошо, наверное. А может и хорошо. Так, один пробел отжали. Сохранить. Все, сохранили. На этом мы сейчас остановим. Да, доподведем итоги. Мы получили Любек. Мы получили Бремен. Вот этот вот регион, да? Провинцию. Мы получили Альденбург. Аж из двух провинций. Регион, да? Ну, не весь регион, понятное дело. Но тоже, я считаю, неплохо довольно. Ну, и мы подтеснили, пощемили Пруссию. Флот ее уничтожили. Сейчас вот что-то у нее... Пародия на флот какая-то есть. Но это несерьезно. Даже если он будет строить новый, мы его просто в любой войне раздолбим. Вообще эти провинции надо у нее забрать в Пруссии. После Селезии я этим займусь. Ну, что-то мне не нравится. Война с Соединенным Королевством. Вообще. Не в наших интересах это все. Ну, я думаю, мы в союзе с Баварией. Мы в союзе с Австрией. Мы с Сицилией. Может быть, соединено на Королевство. Как-нибудь и высадимся туда, на сами острова. Но для этого, как уже сказал, надо армия сама строить. Ну, Пруссия теперь еще больше загнана. СГС точно не сформируется, я так полагаю. Потому что мы много чего пособирали у них. Ну, давайте заканчивать. Дальше. Немножко подняли промышленность. Армия вот у нас появились единицы. Мы сейчас все мы тут посоздадим. Так, ну давайте заканчиваем. На связи был М.К.Аббатский. Сегодня мы продолжали играть за Скандинавию. Это была третья часть видео. Мы прокачали промышленность и армию. Несколько военных успехов маленьких совершили, но который даст нам большой шаг в будущем. Маленький шажок для человека, но большой для человечества. Армстон вспоминается. Но мы продолжим с вами. Спасибо за внимание. Спасибо, что были вместе со мной. Мне было весело и приятно провести с вами время. Мы продолжим. Кстати, после того, как мы доиграем за Скандинавию партию, я буду вам, как уже говорил, показывать одну игрушку. Новую. Новенькую. Такую говорить не буду. Можете подумать, поразмышлять. Также пишите комментарии. В группе все открыто. Вконтакте. Можете здесь, в комментариях, на ютубе писать. Где вам больше нравится, там и пишите. Но в группе именно специальная тема есть для этого. И есть вероятность, что если это вам будет интересно, и это будет интересно не одному, вот вам конкретно, тому человеку, а нескольким, то я это смогу обозрить. Ну все, заканчиваем. На связи был МК Бацкий. Мы продолжали. И мы заканчиваем сегодня. И мы продолжим завтра. Всем спасибо за внимание. Всем пока.